очень эмоциональная игра очень рады, что мы смогли отыграться и концовку, как забили третий гол, пытались создавать моменты поэтому большие молодцы, что вы появили характер и непростой кадровой ситуации те люди, которые есть и на замену сегодня вышли все добавили и в плане движения, и в плане качества поэтому могу поблагодарить ребят за то, что вы появились сегодня как минимум характер спасибо, пожалуйста, вопросы это не очень удачный старт первого тайма и второго чем либо нужно объяснить? команду пропускают быстрые мячи если бы вам могли бы объяснять футбол только объяснениями то футбол гораздо проще поэтому каждый эпизод свой, они же одинаковые но сегодня все либо во вторых минутах когда-то вовремя может, когда-то раньше очень много было сегодня свистков, аутов, странных решений в итоге у вас карточка Олег Кузьмин получил удаление можете что-то на эту тему высказать? что вы, по крайней мере, говорите? в смысле? 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 спасибо, спасибо, всё. рассказите, пожалуйста, что с Загоевым почему он пропустил сегодняшний матч и когда вернулся с Самошников и Мартыновичем Загоев получил небольшое повреждение в концовке и мыслянуть с Сохромом поэтому он 5 недель пропустил и не тренируется Сроки восстановления Самошникова, Загоева, Муртыновича, у них несерьезные травмы, поэтому идет вопрос на дни. Может быть, к следующей время, а через игру. В общем, каждый день смотрят на их состояние и пытаемся понять, будут они готовы или нет. Спасибо, Павел Васильевич. Сегодня в концовке вы выпускали Мулина, и было ощущение, что замените Лисаковича. Почему решили его оставить, и в итоге он забыл решающий мяч? У меня не было ощущения, что заменил Лисаковича. Я не могу ответить на вопрос, касающийся ваших ощущений. Почему не стали освежать позицию Центрфорума? Почему решили оставить Лисаковича на форуме? Потому что нужно было переходить на, так как мы стали играть длинными передачами, на игру в два нападающих, и держать трех центральных полузащитников в такой вертикальной игре не было слышно. Да, у Вас Сергей Игнашевич сказал, что последние 25 минут особых предпосылок не было, потому что Балтик так сильно упустит инициативу, и он сказал, что мяч три раза залетел в нашу штрафную, и это привело к двум голам. Время, как считается, что Мулин играл довольно разнообразно, или все-таки уже сбились от откровенной передачи? Я могу сказать то же самое, другую сторону. Мяч три раза залетел в нашу штрафную, и это привело к трех пропущенным мячам. Я могу уже вспомнить у нас еще стопоцентный момент Кустякова, который не реализовался стандарт, упор попав в вратаря, а концовки момент Мулина, несколько проникающих передач, которые были, поэтому я не совсем согласен с такой оценкой. И так еще можно говорить о том, что и Балтика считанное количество раз дошла до нашей штрафной площади, и я не знаю, какое количество ударов было у них в словах, но я думаю, что чуть ли не стопоцентный показатель реализации. Спасибо большое. В чем вообще причина таких перепадов в игре Рубина по ходу одного матча? То есть вот в концовке первого тайма Рубин играл довольно яростно, напористо, то есть было видно и желание, и старание, и что гол как-то назревал, и вот в концовке матча тоже, а вот в начале, в середине тайма. Понимаете как, эти вопросы примерно похожи, а в чем причина, что когда ты проживаешь жизнь, у тебя бывают яркие моменты, неудачные моменты, положительные эмоции, отрицательные эмоции, моменты, когда ты полон жизненных сил, моменты, когда тебе этих сил не хватает. Ну, то есть, как бы, на это невозможно ответить за эти вопросы, на которые ответить невозможно. Понятно, что если теоретически взять лучший фрагмент любой команды в мире и сказать, что вот давайте выиграйте так 90 минут, то тогда, я даже не знаю, как умру ли футбол, все будут смотреть с утра до ночи в любом чемпионате. Поэтому, ну, еще есть масса обстоятельств, когда что-то не складывается, что-то идет не так, где-то там футболист ошибся, он там немного паник, потом ему нужно сделать хорошее действие. Ну, то есть, как бы, это все, как футбольный матч, он как жизнь, он состоит из массы, гаммы, всяких эпизодов, ситуаций, вот, а мы пытаемся все время его разложить как математическую форму. Ну, тогда бы футбол не смотрели бы в таком количестве, тогда бы просто все бы смотрели те же шахматы, когда сейчас у тебя там, ты лучше любого гроссмейстера, ты лучше хаосом можешь играть, потому что ты смотришь компьютер, и ты видишь, как бы, ты можешь говорить ему ложки уходить, да, все верно, все понятно. Вот, поэтому и то, там, ошибаются люди в эмоциональном состоянии, там, пускай какие-то зевки, неправильные действия высочайшего уровня, да, там, гроссмейстера, где уж игра больше связана с рационализмом, нежели с эмоцией или с какой-то там физической усталостью. Поэтому, ну, я не могу, я думаю, что никто в мире не может ответить на этот вопрос. Спасибо, пожалуйста. Есть вопросы? Леонид Ильич, слушай, футбольная голубавтика, если можно, еще два вопроса. Как, на ваш взгляд, уход Кащелана ранее из поля как-то повлиял сегодня на... Я был в помощи от влачевом действиями своей команды, поэтому... Уход человека, который перекусывал много атак в центре поля, в том числе. Ну, это надо Сергею Николаевичу задать этот вопрос. Ну, я честно скажу, что, ну, уход, уход Кащелана. На наши действия это никак не повлияло. Ну, и последний вопрос, если можно. Медиа служба футбольного клуба Рубин презентовал этот матч как противостояние учителя и ученика. На ваш взгляд, тот футбол, который Сергей Николаевич строит в Балтике, похож на то, что мы строили в ЦСКА в свое время вместе с Сергеем Николаевичем? Ну, ты не можешь строить один и тот же футбол даже в разных командах, даже с разными составами одной и той же команды. Поэтому есть считанное количество тренеров в мире, которые могут строить футбол, как говорил Валерий Васильевич Лубановский, да, что футболисты под систему. Как правило, бывает, что все-таки система подстраивается под футболистов, потому что ты можешь прививать любую систему, если люди просто не готовы к твоим требованиям, то требованиям нужно менять. Поэтому я не стал бы сравнить. То, что у Сергея Николаевича есть свое видение, своя философия тренерская и то, что Балтика, безусловно, является тренерской командой, это однозначно. А насколько, что сопоставимые и похожие, ну, еще раз говорю, я думаю, что условно Балтика прошлого года и Балтика пятого сезона не очень похожи друг на друга, потому что меняются люди. Но главное, чтобы при любом варианте состава, ну, по крайней мере, прослеживалось то, что тренер от команды требует, и понятно, что у Сергея Николаевича это явно прослеживается. Спасибо. Спасибо большое.